От имени губернатора Краснодарского края глава Анапы Юрий Поляков вручил заслуженную награду ветерану Великой Отечественной войны Ивану Ищенко. Всего же памятные медали вручат 442-м ветеранам. Вначале отступали, потом отступали. На какую сторону, Аван Кузьмич? Можно я его тут пока обовешу? Военный летчик Аван Кузьмич Ищенко впервые сел за штурвал боевого самолета в 19 лет. Он один из тех, кто принимал участие в освобождении Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Во время разговора с главой города Юрием Поляковым вспомнил одно из заданий, которое получил от командования – провести фотосъемку вражеского аэродрома. Зашли вот туда от Лысой Горы. Немцы не ждали, конечно, никого. И достаточной высоты набрали. Две бомбы сбросили, светящие. И за это время спели сфотографировать. Причем самолет шел на малых оборотах. Еле-еле, значит, дышал. И как бомбы сбросили из-за фотосъемки, тогда вот туда, значит, на тоннельную, на железную дорогу, вдоль дороги пошли, значит, сюда, в тыл. Участвовал Иван Кузьмич в освобождении Краснодара и Таманского полуострова. За освобождение Кубани авиационный полк, в котором он служил, наградили орденом Красного Знамени. Летчики вылетали на разведку в любую погоду, даже в грозу и ливень. Прошел всю войну. Белоруссия, Прибалтика, потом был Кёнигсберг, Пруссия и Варшава. Освобождал Берлин. Помнит Иван Кузьмич тот момент, когда прозвучало долгожданное слово «победа». Мы встречали победу, еще не было победы. Польское радио передало, что конец войны. А было вот такое уже дело. К концу шло. Мы все побежали на самолеты. Я, например, побежал на самолет, там турельный пулемет был. Я с этого пулемета весь ящик патронов расстрелял. Он охотно делится своими воспоминаниями. Сегодня это уже история. Сотрудники Центра социального обслуживания населения помогают ветерану в приобретении продуктов и уборке квартиры. Для них Иван Ищенко – настоящая живая легенда. Иван Кузьмич всегда очень благодарный получатель социальных услуг. Он наш учитель, он наш наставник. Мы его очень любим, ценим и очень гордимся тем, что у нас есть такой получатель социальных услуг. В свои годы Иван Кузьмич ведет активную общественную жизнь. Сейчас готовится к месячнику военно-патриотического воспитания. Он начнется в январе и закончится как раз ко дню Защитника Отечества. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова